8.30. Первый урок. 9. Второй урок. Час. Поезд. 5.30. Самолёт. 500, 600, 700, 800, 700. Сегодня я пробую себя в новом формате, записываю свой первый блог. И сегодня реально важный день. У меня перелёт Белград-Подгорица. В Подгорице у нас есть своя квартира, поэтому можно сказать, я лечу домой, в Европу. Но лечу одна, и могут быть сложности на границе. Поэтому надеюсь, этот день пройдёт удачно, и я сегодня буду спать уже на квартире. Вот у нас уже практически собранные вещи. По своей технологии собрала одежда, обувь и потом всякие мелочи в разных сумочках. Сумках и сумочках. Не супер, конечно, идеально выглядит, но главное, что всё влезло, и сборы заняли у меня, наверное, не больше часа. Всё, я провела два урока, и пока есть время до поезда, решила ещё раз погулять по любимым улочкам этого города, Новый Сад. Сейчас я вам его покажу немножко. В этом городе Новый Сад везде продают попкорны. И прикольно то, что вот здесь вот в центре, в самом, вот эта вот палатка с попкорном, они продают, точнее, беременным женщинам попкорн дают бесплатно. Это такой забавный факт. Приходишь с животиком и ешь попкорн сколько хочешь. Я прям очень давно хотела такие серёжки, и нигде не могла найти. Вот в китайском магазинчике сразу схватила. Переживала, что будет сильно оттягивать ухо, но, по-моему, смотрятся нормально. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Расстояние между городом Новый Сад и столицей Сербии Белград всего лишь 100 километров. И сейчас мы поедем на вот этом комфортном поезде. Здесь многие жители каждый день ездят на этом поезде на работу в Сербию, а вечером возвращаются обратно. Субтитры Алексею Дубровскому! Ура! Наконец-то добрались до аэропорта на ужаснейшей Тарантайке. И сейчас самое главное, самое главное — это пройти паспортный контроль. Дело в том, что в Сербии можно останавливаться на 30 дней русским гражданином. Но я нарушила визовый режим, и по ошибке осталось не 30 дней в стране, а 34. И сейчас я очень сильно переживаю и боюсь, что меня могут остановить на границе и оштрафовать. Фух, надеюсь, этого не произойдет. Все, слава богу, паспортный контроль пройден. Теперь мы идем на выход. Ура! И вот у нас самолетик, на котором я сегодня полечу. На этом рейсе нам дали не только воду и печенье, но еще и пробиотик. Уже получила свой чемодан, полет прошел просто классно. Я надеялась, что мы взлетим чуть пораньше, прямо в такое закатное небо попасть. Но как бы ладно, зато были видны звезды, луна, и это было так быстро вообще, полетки. 50 минут, может быть, а мне показалось, что прошло всего минут 15, и мы уже стали спускаться. Это очень прикольно, и не такое большое расстояние. Я просто осознаю, как легко в России точно так же летать между разными городами. И это прямо такое открытие в моей голове. Все, сейчас вызываем такси и едем домой. Короче, несмотря на то, что в русском и сербском очень многие слова похожи и даже идентичны, в сербском «право» означает «прямо». Мы с таксистом вообще никак не могли понять этой головоломки. Слава богу, меня довезли до дома. Но еще одна проблемка – то, что я не могу включить электричество. Просто все темно. Поэтому я сейчас иду, у меня спасательная операция. Иду в кафешку, заряжу там телефон и буду своего мужчину спрашивать, как мне обработать электричество. В общем, проблемы сегодня не решить. Я сижу в кафешке, потому что дома нет интернета и темно. У меня здесь тортик, ром и чай. Вот такое завершение дня. Надеюсь, вам понравился мой сегодняшний влог. Я очень устала от поездки, от приключений, которые случились уже к концу. Но все хорошо, я дома. И завтрашнего дня будут новые обязанности, новые чернички.